Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу наука и здравомыслие книга 1 Альфреда Коржипски. Уникальная цель науки состоит в том, чтобы модифицировать, реконструировать и откладывать прежние идеи, после чего строить новые на основе наблюдений. Это занятие, однако, редко получается назвать простым, из-за чего многие отказываются в него вовлекаться, включая многих тех, кто практикует научные исследования профессионально. И по-прежнему продолжает придерживаться прежних идей, пренебрегая новыми наблюдениями и формирует часто неосознанно основы для многих своих заключений. Результатом исследования, проведенного в книге, которую мы сегодня обсуждаем, стала первая известная автору, то есть Альфреду Коржипскому, неаристотелева система, в которой он выразил научную тенденцию своей эпохи, за которую мы успели создать не Эвклидову и не Ньютонову системы, теорию Эйнштейна и новые квантовые теории. По-видимому, эти три системы, не Аристотелева, не Эвклидова, не Ньютонова, обладают множеством взаимных связей и зависимостей, какими обладали соответствующие прежние системы. Аристотелеву и неаристотелеву систему автор отнес к более общим, а другие – к частным, к техническим, вытекающим из первых. Поговорим об Альфреде Коржипском. Он родился в 1879 году в Варшаве, а умер в 1950 году в США. Коржипский был инженером польского происхождения. Он вначале эмигрировал в Канаду во время Первой мировой войны и далее продолжил свои работы уже в Соединенных Штатах Америки. Коржипский наиболее известен своими работами в области изучения языка и мышления. Он является автором идеи создания новой науки под названием «Общая семантика», основатель института «Общей семантики», а также автор множества трудов. Видимо, у места будет рассказать немного о Коржипском как о человеке. Он родился в польской аристократической семье, в тогда еще Российской империи, получил образование в Варшавском политехническом университете, а в период Первой мировой войны служил офицером разведки в Российской армии. После ранения переехал в Северную Америку в 1916 году, чтобы координировать поставки артиллерийского снижения на военный фронт, а также давал лекции польско-американским аудиториям о конфликте, то есть о Первой мировой войне. После Первой мировой войны он остался в США и стал их гражданином в 1940 году. Его первая книга «Мудрость человечества» была опубликована в 1921 году. В этой книге автор подробно описал новую теорию человечества. Человечество как класса жизни, способного развиваться, основываясь на аккумулированных другими знаниях. Коржевский начал разрабатывать свою неаристотелевую систему, получившую позднее название «Общая семантика», которую он описывал как «Инженерию человека» или «Математическую социологию». Он посчитал, что его работа может заинтересовать прогрессивных инженеров. Однако, своими исследованиями он положил начало крупномасштабным исследованиям в области как социологии, так и антропологии, и психологии, и многих других наук. В одном из предыдущих видео мы разбирали книгу «Священное единство. Дальнейшие шаги в направлении экологии разума» Грегори Бейтсона. Сейчас, когда я прочитал первую книгу Коржевского «Наука и здравомыслие», то я могу сказать, что мысли Грегори Бейтсона, его и его коллег, они были основаны на мыслях Альфреда Коржевского. Поскольку свой труд «Наука и здравомыслие» Коржевский опубликовал в 30-х годах XX века, а Грегори Бейтсон занимался своими антропологическими, социологическими исследованиями уже в 50-е, 60-е и 70-е годах XX века. И в трудах Грегори Бейтсона, в том числе в «Священном единстве», есть непрямые отсылки на мысли Альфреда Коржевского, на его теорию, на общую семантику. Конечно, Грегори Бейтсон не приводит напрямую ссылки на Коржевского, но его слог, его подход к делу, его организация, его научные работы, экспериментов, они говорят о том, что Бейтсон опирался на труды Альфреда Коржевского. Прежде чем мы более подробно рассмотрим науку и здравомыслие, а в этом видео мы разговариваем о первой книге, следует поговорить о том, что же такое общая семантика. Общая семантика – это эмпирическая дисциплина, представляющая собой систематическую методологию по исследованию того, как люди взаимодействуют с миром, реагируют на мир, реагируют на собственные реакции, реакции других людей и, соответственно, каким образом они изменяют свое поведение. Как я уже выше говорил, общая семантика была основана Альфредом Коржевским в 20-30-е годы 20-го столетия. Общая семантика и семантика представляют собой отдельные дисциплины, которые не следует путать друг с другом. Технически название общая семантика отсылает к исследованию Коржибского семантических реакций, которые он в целях обеспечения краткости и понятности сокращает до двух букв S.R. Семантические реакции рассматриваются как реакции целого человеческого организма в окружающей среде на некое событие в отношении и значении этого события. Альфред Коржибский определял общую семантику как общую теорию оценки фактов, отношений, ощущений и так далее. Не с точки зрения обычных вербальных определений того, что мы говорим о значениях, а с точки зрения того, как в действительности происходят оценочные реакции. Общую семантику можно описать как учение о том, как человек воспринимает, создает, оценивает и передает через речь свой жизненный опыт. Согласно Альфреду Коржибскому, основной задачей общей семантики следует считать развитие в людях качества, которые он предпочитал называть как осознанность абстрагирования. И Коржибский рассматривал это качество как осознавание соотношения карт и территории. И того, в какой мере реальность отбрасывается используемыми репрезентациями лингвистического и другого характера. С точки зрения общей семантики, недостаточно понимать это интеллектуально. И согласно Коржибскому, люди достигают полного здравомыслия только в том случае, когда осознание абстрагирования становится постоянным навыком, который воспроизводится на уровне рефлекса. С философской точки зрения, общая семантика может рассматриваться как прикладной концептуализм, акцентирующей внимание на том, насколько человеческий опыт фильтруется посредством сенсорных систем, нервной системы и лингвистических конструкций человека. Ведущий принцип общей семантики можно выразить высказыванием Коржибского «карта не есть территория», то есть модель мира не есть сам мир. Но карта структурно подобна территории, и в этом ее польза. Мир не есть описанное явление, а слово не есть поименованная вещь. Уже спустя 30 или 40 лет после того, как Коржибский опубликовал свои труды, в том числе и науку и здравомыслие, появилось направление, которое стали называть NLP – нейролингвистическое программирование. Так вот, в нем достаточно, достаточно в серьезной мере используются понятия «карта не территория», слово не поименованная вещь и другие. И есть такое издание Роберт Дилтс, который являлся одним из NLP-стов «Фокуса языка», которое как раз в этой книге как раз и описывается, каким образом, изменяя свой язык, изменяется отношение к происходящим событиям, к процессам. Что здесь еще следует добавить, это то, что, к сожалению, по сравнению с трудами Альфреда Коржибского, которые были достаточно глубоки и основательны, почему-то апологеты NLP взяли достаточно небольшой кусок этих знаний у Коржибского и вокруг этого небольшого куска выстроили свою теорию. И, соответственно, потом начали эту теорию преподносить другим людям в качестве различных тренингов. А дальше давайте мы продолжим в этом видео разговаривать все-таки про Коржибского, а не про тех людей, которые взяли его теорию на вооружение, заработали на этом кучу денег и так далее. Попробуем объяснить общую семантику несколько иным образом. Мы знаем, что грамматика изучает взаимоотношения между словами. Логика и в самой логике предложения рассматриваются как утверждения. В семантике рассматривается не только правильность утверждения, как в логике, но и то, является ли оно правдой. А общая семантика изучает не только слова, утверждения и то, на что они указывают в реальном мире, а также изучает их влияние на поведение человека. Для исследователя, занимающегося общей семантикой, общение – это не просто слова в правильной последовательности или в правильной грамматической форме, как в грамматике. Не просто утверждения в правильном отношении с другим утверждением, как в логике. Не просто правильно соотносящиеся с реальным миром утверждения, как в семантике. Но и все это вместе взятое. К чему добавлены реакции нервной системы человека на слова и утверждения нервной системы того человека, который непосредственно участвует в общении. И когда мы задаемся вопросом о значении какого-то слова, мы обнаруживаем, что оно зависит от значения других слов, которыми мы пользуемся, чтобы дать ему определение. И что отношения, которые мы между ними выстраиваем, в конечном счете зависят от многопорядковых значений, неопределенных терминов, которые мы не можем объяснить дальше. Вот про эти неопределенные термины Коржипский этому посвящает практически целую главу в своей книге. Об этом мы поговорим чуть позже в этом видео. Далее в этом видео мы пройдемся и коротко рассмотрим название глав первой книги «Наука и здравомыслие», а также посмотрим очень коротко о чем же говорится в каждой из этих глав. Итак, подзаголовок к книге 1 звучит таким образом. «Общее исследование неаристотелевых факторов». Часть первая книги называется «Предварительные сведения». Первая глава первой части «Цели, средства и последствия неаристотелева пересмотра». Автор предупреждает читателя в самом начале о базовой семантической инновации. Конкретно об открытии многопорядковости, которую он в дальнейшем сокращает до двух букв «МП». Об открытии многопорядковости самых важных терминов, которые мы располагаем и оперируем. Зная об этих терминов, мы можем пользоваться ими осознанно во многопорядковом, крайне гибком и полном условности смысле. К ним автор относит такие термины, как «Да», «Нет», «Истина», «Ложно», «Факт», «Реальность», «Причина», «Следствие», «Согласие», «Несогласие», «Пропозиция», «Число», «Отношение», «Порядок», «Структура», «Абстракция», «Характеристика», «Любовь», «Ненависть», «Сомнение» и так далее. Многопорядковые термины. Их основная характеристика заключается в том, что на разных уровнях порядков абстрагирования мы придаем им разные значения. Следовательно, мы не приписываем им какого-либо общего значения, потому что наши значения зависят от данного контекста, в котором устанавливаются разные порядки абстрагирования. И далее вы сейчас видите на экране слайд с табличкой, которую предлагает Коржипский в первой книге «Наука и здравомыслие», в которой он говорит о сокращениях, применяемых в этом издании, в этом труде. Далее, глава 2, которая называется «Терминология и значения». В разделе «А» говорится о семантических реакциях, об использовании термина «семантическая реакция» в неаристотелевых системах, апофазии и других. С неэлементалистской, семантической, человеческой точки зрения, любой аффект, а аффект – это очень интенсивное эмоциональное состояние, которое длится недолго, но вызывает ярко выраженные соматические последствия. Изменение пульса, дыхания, спазма периферических сосудов, повышенное потоотделение, нарушение координации движений. Так вот, любой аффект обретает значение только когда он происходит осознанно. Или иными словами, когда присутствует действительный или предполагаемый набор отношений. В идеально сбалансированной и эффективной нервной системе так называемые эмоции преобразовывались бы в так называемые идеи, а так называемые идеи преобразовывались бы в так называемые эмоции с равной легкостью. Другими словами, семантические реакции данного индивидуума оставались бы под полным контролем и предрасполагались бы к быстрому и эффективному обучению, влиянию, изменению в полную противоположность текущей ситуации. Данное исследование показывает, что эта неблаговидная ситуация сложилась из-за недостатка психофизиологических методов обучения и недостатка анализа и понимания фигурирующих факторов. Любая фундаментально новая система предполагает новые семантические реакции. Именно это служит нам основной преградой в освоении новой системы. Нам приходится переобучать или менять наши старые семантические реакции. Новое поколение, которое началось с новых семантических реакций, как правило, не испытывает таких трудностей с новыми системами. У них происходит скорее наоборот. Принятие старых семантических реакций представляется им настолько же трудным, если вообще возможным, насколько принятие новых старому поколению. Обоим поколениям с их соответствующими семантическими реакциями непривычные семантические реакции кажутся новыми, независимо от их исторического порядка и от того, насколько простыми кто-либо мог бы их посчитать. В разделе «Б» говорится о непроизносимом уровне объекта. «Или что имя не есть поименованная вещь». Термином непроизносимый, дословно неговоримый, несказуемый, такой, который не получится сказать. Мы выражаем именно то, на что мы до сего момента не обращали внимания. Конкретно то, что объект или ощущение, например, зубная боль, не является вербальным, не является словами. Что бы мы ни сказали, не станет уровнем объекта, который остается непроизносимым. Мы можем сесть на объект, который называется стулом, но мы не можем сесть на звук, который издали, или на имя, которое применили к объекту. В разделе «В» идет речь об так называемом «уподоблении» в наших нервных реакциях. Под привычным значением «уподобления» мы предполагаем воспроизведение модели, применимого даже к механическим процессам. И несмотря на то, что оно не исключает, оно при том не обязательно включает сознательное уподобление. В наших человеческих реакциях речь мы считаем в целом врожденной характеристикой. Но то, какой особый язык или какую особую структуру языка мы приобретаем, зависит от среды и от уподобления, часто от неосознанного, и поэтому некритичного уподобления. В третьей главе автор рассматривает вопрос, почему такой простой факт, что язык представляет крайне важную, уникальную и присущую психофизиологическую функцию человеческого организма, так долго упускали. Язык упускали в своих исследованиях предыдущие исследователи, которые были до Коржибского. Я напомню, что «Наука и здравомыслие», книга первая, книга вторая, они вышли в 1933-1934 год. Уже почти век прошел с того момента. А еще до этого времени, до начала 30-х годов 20-го века, прошло еще несколько столетий, когда были исследователи, когда были алхимики, натурфилософы и так далее, но ни один из них не задумался о том, как язык влияет на человека, откуда он взялся, язык, и другие вопросы. Поэтому Коржибский и пишет, что этот простой факт, что язык, он одновременно представляет важную психофизиологическую функцию человека, но его упускали из своего внимания предыдущие исследователи. Можно ответить на этот вопрос в несколько этапов. Первое. Повседневный язык представляется крайне структурно сложным. Второе. Человек не располагает способностями анализировать его структуру, пользуясь при этом языком неаристотелевой структуры. И поэтому, прежде чем мы что-то сможем сделать в этой области, нам следует сформулировать неаристотелевую систему. Третье. Почти все специалисты, за исключением нескольких математиков, не понимают структурную и семантическую роль простейшего, хоть и по-прежнему неадекватного, неаристотелевого языка, называемого математикой. Четвертое. Во всех этих проблемах фигурируют значительные факторы, которые препятствуют всякому пересмотру. И пятое. Построение неаристотелевой системы в 1933 году представляется, мягко говоря, чрезвычайно трудоемким предприятием, неосуществимым силами одного человека. Основываясь на своих знаниях, автор называет проблемы неаристотелевой системы новыми. И выделяет два их типа. Первое. Научные, которые ведут к теоретическому, общему, структурному пересмотру всех систем. И второе. Чисто практические, которые может применить любой индивидуум, потративший время и усилия, необходимые для освоения этой системы, и развития соответствующих семантических реакций. В 1932 году американский посол в Великобритании Эндрю Мэллон сказал, «Трудности возникают отчасти из-за того, что мы смотрим на текущий промышленный экономический кризис, это кризис от 1929-33 годов 20 века, как на просто случайное заболевание политического класса, случившееся от условий в какой-то конкретной стране или части мира, которую мы можем вылечить, применив некую волшебную формулу». Более серьезные трудности возникают, потому что мы, оставшиеся с прошлого века, продолжаем смотреть на последнее десятилетие, то есть на 20-е годы 20 века, как на продолжение того, что уже прошло. То есть на первые 20 лет 20 века и на 19 век. Мы настойчиво пытаемся направить жизнь по прежним каналам, по которым она текла до Первой мировой войны, тогда как годы, прошедшие с окончания Первой мировой войны, на деле представляют собой начало новой эры, а не завершение старой. Часть вторая первой книги «Наука и здравомыслие» называется «Общее положение о структуре». Глава четвертая «О структуре». Любой человек, изучающий науку или историю науки, легко заметит две очень важные тенденции в работе тех, кто в этой области многого достиг. Первая тенденция заключается в том, чтобы как можно больше основывать науку на экспериментах. Вторая стремится к больше и более критической строгости в языке. Первая ведет к изобретению более эффективных инструментов и учит экспериментаторов. Вторая к изобретению более подходящих языковых форм, улучшенных форм вербального представления теорий для лучшей связности в описании экспериментальных фактов. Термин «структура» часто употребляют в современной научной литературе. Но, насколько автор знает, только Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн уделили должное внимание этой проблеме. Прежде чем мы с вами перейдем далее к разговору о структуре, хотел бы немножко отклониться от нашего повествования и обсудить вот эти два момента, о которых мы сейчас с вами поговорили. Это о том, что изобретение более эффективных инструментов для проведения эксперимента и одновременно с этим изобретение более подходящих языковых форм, но чаще всего связанных с изобретением нового математического аппарата. Долгое время я был связан с научными исследованиями в области реологии пищевого сырья. Я проводил реометрию неньютоновских пищевых сред, такие как макаронное тесто, хлебопекарное тесто, кондитерские и конфетные массы, например, масса для батончиков ротфронт с различными крупнодисперсными добавками и порошками. Также исследовали реологические свойства масложировой начинки для коэкструдированных изделий, так называемые подушечки с начинками, которые вы все знаете, я в этом не сомневаюсь. И есть в этой области исследования довольно популярный инструмент, называется ротационный вискозиметр Реотест-2, который представляет собой коробку, в которой находится механическая передача и шпиндель, на которой крепятся цилиндры измерительные, измерительная система. И также стрелочный прибор, на который выводятся показания. Этот прибор был изобретен еще в 80-х годах прошлого века в Германии. И сейчас новейшая разработка Реотест- это Реотест-4. Он идет, его используют как в пищевой промышленности, так и в нефтяной промышленности, например, для исследования асфальтов и битумов, вязких материалов, получаемых из нефти и так далее. Ну так вот, Реотест-4 намного, вряд ли, он может считаться более совершенным прибором в механической части, но с развитием информационных технологий появилась возможность отправлять данные сразу на компьютер, строить кривые течения, обрабатывать их непосредственно сразу после их получения или в момент получения, строить те кривые течения, которые необходимы, а также корректировать проведение эксперимента в его процессе, а не повторять эксперимент раз за разом, готовя новые образцы, так как это было нужно, в Реотесте-2. Допустим, если мы в Реотесте-2 сделали эксперимент, мы его обработали и увидели, что эксперимент выполнен неправильно, доставание того, что кривое течение получилось, допустим, с большим разбросом точек. Так, в Реотесте-4 мы можем повторить эксперимент непосредственно в тот момент, когда у нас еще есть закладка материала в цилиндр. Конечно же, учитывая тексатропность или ее риопексные свойства и так далее. Это простой пример. Более сложный пример это с исследованием белка. Раньше делали достаточно сложные химические эксперименты для того, чтобы определить сколько белка и какие именно аминокислоты содержатся в белке. Для этого, допустим, был метод по кейдалию, который определяет общий белок. Были другие методы, которые определяют состав белка. То есть, какие там кислоты. Гуанин, тимин, в каких количествах и так далее. А теперь есть прибор. дорогостоящий он стоит примерно может быть 150-200 тысяч евро. Дорогостоящий прибор. Но закладывая туда образец и указывая, что это. Это мясо или это растительный белок, это животный белок. Какой конкретно растительный белок? Допустим, соевый или это пшеничное или еще что-то. Этот прибор самостоятельно определяет нам состав белка без привлечения человека к допустим, навеске реактивов, к наблюдению за реакцией и так далее. То есть, этот комплекс как раз это мы сейчас с вами поговорили о первой составляющей. То есть, изобретению более эффективных инструментов, обучение экспериментаторов в работе с этими инструментами. А вторая часть это изобретение более подходящих языковых форм. То есть, это теории, математический аппарат. Я надеюсь, здесь я примеры приводить не буду сейчас такие объемные, чтобы нам не сильно затягивать это видео такими примерами. Далее. И переходим обратно к коржипскому и структуре. Чтобы рассмотреть структуру одного языка, у которого определенная структура, нам потребуется язык другой структуры, которым структуру первого языка мы сможем проанализировать. Эта процедура, если ее действительно провести, видится чем-то новым. Хотя Рассел ее и предвидел. Если мы выработаем неаристотелевую систему, основанную на отношениях, порядке, структуре, мы можем плодотворно обсуждать аристотелевую систему, в которой не допускаются асимметричные отношения, в связи с чем ее не получится анализировать аристотелевскими средствами. Одна из основных функций умственных процессов состоит в различении. Мы различаем объекты по определенным характеристикам, которые обычно выражаем прилагательными. Если по абстракции высокого порядка мы рассмотрим индивидуальные объекты не в некой идеальной выдуманной изоляции, а так, как они выглядят эмпирически, как члены некоторой совокупности или ряда объектов, мы обнаружим характеристики, относящиеся к ряду, а не к изолированному объекту. Такие характеристики, происходящие из факта, что объект относится к ряду, мы называем отношениями. Когда два отношения сходятся, мы говорим, что они имеют схожую структуру, которую определяем как класс всех отношений, схожих с данными отношениями. Остальная часть первой книги посвящена демонстрации того, как общепринятая аристотелевая система и язык, унаследованный от наших примитивных предков, полностью структурно отличается от хорошо известной структуры мира 1933 года, включая нас самих и наши нервные системы. Такой устаревший карта язык неизбежно приведет к семантическим катастрофам, потому что им мы налагаем и отражаем его неестественную структуру на структуру наших институтов и доктрин. Очевидно, в таких языковых условиях построить науку о человеке не представлялось возможным. Из-за структурных отличий от нашей нервной системы такой язык также дезорганизует ее функционирование и уводит нас с пути к здравомыслию. Глава пятая. Общее положение о лингвистике. Далее я не буду обширно цитировать Коржипского, как я это делал ранее, ограничусь лишь избранными цитатами, которые важны для понимания того, что же он изобрел. В предыдущей части этого видео мы обозначили основные проблемы, которые освещаются в труде наука и здравомыслия. В разговоре по теме лингвистики уместно вспомнить принцип лингвистической относительности Сепера Ворфа. Если говорить совсем просто, то этот принцип состоит в том, что язык реальность не описывает. Язык реальность конструирует. Чем беднее язык, тем беднее реальность того, кто им пользуется и наоборот. Если в языке нет слов и конструкций, обозначающих какое-то явление, процесс, объект, предмет, то таких явлений, процессов, объектов, предметов не будет существовать для носителя этого языка. Одним из самых простых примеров, которые можно привести в качестве иллюстрации, будет пример с обозначением видов снега у северных народов. У них в языках существует до двухсот слов для обозначения видов снега. А в русском же языке их только два снег и наст. Глава шестая. О символизме. Термин символ применяется ко множеству вещей, включая слова и деньги. Листок бумаги, который называют долларом или фунтом, обладает очень низкой ценностью, если у вас отказываются его принять. Мы видим, что деньги следует считать символом человеческого соглашения, так же, как документы на собственность, акции и тому подобное. Более подробно тема символов и семиотики разбираются в отзывах на книге Жана Бодрияра. Глава седьмая. Лингвистический пересмотр. Мы можем назвать Аристотеля типичным экстравертом, проецирующим свои внутренние процессы на внешний мир и объективирующим их. Поэтому его реакцию против Платона, типичного интроверта, для которого вся реальность пребывала внутри, мы можем считать естественным или скорее неизбежным последствием. Борьбу этих двух гигантов мы можем сравнить с более общим противостоянием двух крайних тенденций, которые мы находим практически в каждом из нас. Потому что они представляют собой самые разнохарактерные, но при этом самые фундаментальные психо- логические тенденции. В 1933 году мы знаем, что нам не следует впадать ни в ту, ни в другую крайность, как в науке, так и в жизни. Обе крайности происходят в связи с пагубными семантическими реакциями, потому что при обеих возникают элементалистические заблуждения, которые, как таковые, происходят из невозможных вымыслов. Первой наукой, прервавшей традиционный структурный цикл, стала геометрия. Появились полноценные неэвклидовые системы, например, геометрия Лобачевского. За этими неэвклидовыми системами последовали не Ньютоновые системы, Эйнштейновские квантовые. И теперь подошло время построить неаристотелевую систему, которой настоящий писатель дал начало в книге «Зрелость человечности», для которой он сформулировал общий набросок теории в настоящем томе. Снова отвлекусь от Коржипского и вернусь на ту тему, которой я занимался достаточно долго, по поводу не Ньютоновских систем. В начале 20-го, в конце 19-го века, в начале 20-го века бурно развивается квантовая теория. И Эйнштейновские теории относительности общие и специальные. Однако, на момент 1933-го года еще не появилась такая наука, как реология. Реология пищевых продуктов или реология нефти, реология крови и так далее. Реология выделится в самостоятельную науку только в конце 40-х годов 20-го века. В самостоятельную науку она выделится из разделов механики и продолжит развиваться уже отдельно со своим аппаратом, математическим, физическим и так далее. Однако, когда Коржипский писал свой труд и свои труды, реологии еще не существовало. Ну, продолжим дальше о труде Коржипского. Как только удалось четко сформулировать новую неаристотелевую систему, стал виден любопытный, естественный и неожиданный результат. А именно, оказалось, что эти три новые системы тоже объединяет одна базовая структура и метафизика. Это повышает важность ситуации. Все три новые системы разработали независимо. Между ними видится выраженное структурное и семантическое стремление к современной науке. Их взаимозависимость, взаимная структура, взаимная метафизика, взаимный метод могут помочь. Когда мы ясно увидим жизненно важную природу наших проблем. Целесообразно начать с этой взаимозависимости в качестве основы, несмотря на то, что исторически она не служила фактором в создании этих систем. В настоящей неаристотелевой системе Коржипский отказывается от предполагаемой структуры Аристотеля, обычно называемой метафизикой, которую ориентировочно создали в 350 году до нашей эры и принимает современную науку 1933 года в качестве своей метафизики. Коржипский отказывается от следующих структурно и семантически важных аспектов Аристотелевой системы, которые он называет постулатами, лежащих в основе Аристотелевой системы функции. Первое. Постулат уникальности субъектно-предикативного представления. Второе. Двузначная элементалистическая логика, как ее выражают в законе исключенного третьего. Третье. Неизбежное спутывание из-за недостатка установленных различий между «есть тождественности, от которого я отказываюсь полностью», и «есть предикации», «есть существования» и «есть применяемого в качестве вспомогательного глагола». Четвертое. Элементализм, наблюдаемый в предполагаемом разделении чувств и ума, перцепта и концепта, эмоций и разума, и так далее. Элементалистическая теория значения. Элементалистический постулат двузначного причины следствия. Элементалистическая теория определений, в которой игнорируются неопределенные термины. Трехмерная теория пропозиции языка. Предположение о всеохватывающей пригодности грамматики. Предпочтение интенсиональных методов. Слагаемое и элементалистическое определение человека. И при этом основывает неаристотелевую систему функций и систему целиком на отрицательных не есть положениях, которые не получится отрицать, не предъявив невозможные данные. И поэтому придется принять отличия, дифференциацию и так далее в качестве основы. Автор вводит принцип неэлементализма и применяет его везде, что приводит к первое неэлементалистической теории значений, в неэлементалистической теории определений, основанных на неопределенных терминах, и в психофизиологической теории семантических реакций. Принимает абсолютную индивидуальность событий на непроизносимых уровнях объекта, что неизбежно влечет за собой заключение, что все высказывания о них являются лишь вероятными в разной степени, на основе чего он выводит общий принцип неопределенности во всех высказываниях. Принимает так называемое логическое существование в качестве основы. Вводит дифференциальные и четырехмерные методы. принимает пропорциональную функцию Рассела. Принимает доктринальную функцию Кайзера и обобщает системную функцию Шефера. Вводит четырехмерную теорию пропозиции языка. Определяет человека неэлементалистическими и функциональными терминами. Если мы сравним три системы Аристотеля, Эвклида и Ньютона, обозначив их соответственно АЕН смотри рисунок на экране с неаристотелевыми, неэвклидовыми, не ньютоновыми системами, обозначив их АЕН с чертой сверху, мы заметим один очень важный факт. В частности то, что триадой неаристотелевыми, неэвклидовыми, не ньютоновыми системами мы обобщаем больше, чем триадой Аристотеля, Эвклида и Ньютона системах. Этот факт ведет нас к далеко идущим семантическим и практическим последствиям, которые лучше получится объяснить при помощи диаграммы, которую мы видим на экране. С пониманием этого более широкого обобщения новых систем с приставкой НЕ получится избежать значительную часть дискомфорта, который существовал на момент 1933 года. Далее. Часть третья. Неэлементалистические структуры. Глава восьмая. Общие положения об эпистемологии. Глава девятая. Коллоидное поведение. Глава десятая. Организм как целое. Глава Часть четвертая. Структурные факторы внеаристотелевых языках. Глава одиннадцатая. О функции. Глава двенадцатая. О порядке. Краткий вывод из этой главы состоит в том, что глаз не видит. Потому что глаз это линза. Видит мозг. И видит настолько, насколько он натренирован на семантические реакции. И системы не архимедовы, не аристотелевы, не эвклидовы и не ньютоновы. Новополагающий принцип для не аристотелевой системы, в частности организмы, которые представляют процессы, развиваются в определенном естественном четырехмерном порядке выживания. И что обращение этого порядка неизбежно ведет к патологическому развитию, направленному на невыживание. Глава 13 об отношениях, глава 14 о понятии бесконечности, глава 15 инфинитизимальная и причина и следствие. В самом простом способе мы опираемся на размытые чувства бесконечности и ее предположительной противоположности инфинитизимального, то есть бесконечно малого. При более фундаментальном методе мы основываемся на порядках абстракций, что ведет к бесконечно значной семантике вероятностей. Глава 16 о существовании отношений, глава 17 о понятиях материя, пространство, время. Язык материи, пространства и времени становится древним. Примитивный человек видел что-то, съел что-то, пострадал от чего-то и так далее. Возникло основание для возгласа удивления или боли. Появились эквиваленты таких слов как материя, субстанция и так далее. Но ни он, ни большинство из нас не осознавали, что малые или большие куски материалов, с которыми мы имеем дело, проявляются как очень сложные процессы. А кусок материи или субстанции это станции этого процесса. Представьте себе дерево и процесс его жизни. Когда-то дерево было семенем, которое упало в почву и проросло. Потом оно росло и стало деревом, каким мы видим его сейчас, спустя какое-то время, дерево подрехлеет, истлеет, разрушится, превратится в прах и пепел. По сути, станет удобрением для новых деревьев, для нового семени в почве, тем самым замкнув круг процесса. Какие-то процессы проходят быстро, и мы можем наблюдать их от начала и до конца, как, например, развитие бабочки из гусеницы. А какие-то процессы длятся больше человеческой жизни. В части пятой речь идет о неаристотелевом языке, называемом математикой. Математика как язык структуры, схожий со структурой мира. Математика настолько расширилась и усложнилась за последнее время, что человеку требуется практически вся жизнь, чтобы досконально разобраться даже в одной из ее областей. Не все физики и математики принимают тезис, что математика служит естественным языком, которые в 1933 году согласуются по структуре с миром. Все языки состоят из слов двух видов. Первый. Название для чего-либо на непроизносимом уровне, запятая, внешних объектов и так далее. Или внутренних ощущений, которые, стоит признать, не являются словами. И второе. Второй вид слов это относящих терминов, которыми мы выражаем действительное или желаемое, или какие-либо иные отношения между непроизносимыми сущностями уровня объекта. В этой главе Коржипский приводит таблицу с базовыми принципами математики. Это длинное видео посвящено рассмотрению только лишь первой книги наука и здравомыслия Коржипского. И я думаю, полагаю, что когда-то я прочитаю вторую книгу наука и здравомыслия того же автора и когда-либо последует новый отзыв. Я не загадываю, потому что я не знаю, получится у меня прочитать вторую книгу или нет. Во второй книге и после того, как я прочитаю вторую книгу, мы поговорим о структурном дифференциале. В этом видео я не считаю необходимым затрагивать эту тему, поскольку в первой части книги автор не говорит о структурном дифференциале, но если вы когда-либо видели его, читали его, размышляли над ним, то вы заметите, что в некоторых, на некоторых страницах автор очень близко формулирует принципы структурного дифференциала и того, как с ним работать. Серьезный монументальный труд требует такого же серьезного и монументального видео. К сожалению, сейчас я бы хотел дать краткий отзыв и впечатление от прочитанного. Книга далась откровенно тяжело, несмотря на то, что я ее читаю уже после Бейтсона и Бейтсон, который также приходилось продираться сквозь его мысли, чтобы понимать, о чем он хочет сказать, Кожипский был намного тяжелее. И бывал такой момент, когда я вроде бы начал скользить глазами по тексту и тут у меня открывалось как будто второе дыхание и слова сами приходили в голову те, которые я читал и рождали там образы подходящие под эти слова. Но в какой-то момент я терял внимание и концентрацию и начинал думать о чем-то, что не относится к читаемому тексту. В других книгах раньше, намного раньше, много-много лет назад я узнал, что мозг это очень ленивая субстанция, очень ленивый орган в человеческом теле. Мозг не любит напрягаться. И как только мы пытаемся что-то новое ему дать, а в книге Коржипского было много новой информации, изложенной к тому же довольно непростым языком. И как только мозг начинал читать, как только я начинал читать, то, конечно, мозг говорил хватит, хватит, давай про другое что-нибудь будем думать. И мне приходилось каждый раз останавливать эти размышления и снова повторять и читать абзац сначала, а может быть даже не абзац, а целую страницу, чтобы понимать в какой момент я начал думать о своем, я отвлекся и упустил ту мысль, которую хотел сказать автор. Вероятно, что я буду перечерывать эту книгу еще раз, но это уже после того, как я прочитаю книгу номер два «Наука и здравомыслие». И вроде бы в прошлом отзыве я обещал, что я буду делать отзывы на Бодрияра, но, к сожалению, Бодрияра я приобрел в начале 22-го года и поставил его в план чтения и прочитал уже одну книгу, отзыв на который уже есть на канале. Коржибского я начал читать намного раньше, я его начал читать наверное весной 21-го года, читал его практически целый год и я не мог после того, как я закончил, я не мог не поставить отзыв об этом видео, не записать отзыв об этой книге, потому что книга достаточно серьезная и требует и хотелось бы, чтобы этот отзыв был, чтобы потом я мог открыть допустим свою папку с отзывами, где я их храню на компьютере и сказать себе да, вот я читал эту книгу, я на нее делал отзыв, я помню об этом и Коржибский, да, он не менее важен, чем Бодрияр, не менее важен, чем Бейтсон. Я не говорю сейчас про то, что он не буду много говорить о том, что он действительно положил начало новой науке. И всегда, когда я вижу такие модументальные труды, у меня возникает вопрос, а как так? Как он смог найти такое количество времени, чтобы думать над этими вопросами, чтобы проводить хотя бы мысленные эксперименты, эксперименты на бумаге, с карандашом или с ручкой в руках. Откуда он взял столько времени на это? Я удивляюсь. Потому что попытка сделать что-то сложное, написать, например, научную статью. Каждый раз, как только я сажусь писать научную статью, начинаются какие-то отвлечения. То одно, то другое и каждый раз разные. И даже попытка, допустим, даже если у меня есть тема для научной статьи, я начинаю искать для нее материал, смотреть, какие статьи уже были выпущены до меня, то даже в этом возникает препятствие. Каждый раз находится какая-то работа, которая отвлекает, как какая-то срочная работа, которая не терпит отлагательств, которая отвлекает меня от подготовки этой научной статьи. Монографии или еще какого-то тяжелого, непростого, сложного текста, который требует сосредоточенности одновременно, одновременно тишины вокруг, и это удивляет, как люди век назад работали так продуктивно и выпускали такие тяжелые монументальные труды, на основе которых потом работали другие ученые, которые в своей области взяли этот труд как фундамент или подсмотрели там какой-то метод, или подсмотрели там какую-то мысль, и потом эту мысль переиначили и использовали у себя, вот этот вопрос возникает. И ответа у меня на него нет. Сейчас. И в конце видео я хочу поблагодарить за перевод первой книги науки и здравомыслия людей из группы ВКонтакте Альфред Коржипский Группа называется Альфред Коржипский Жан Фреско Общая Семантика Откуда я скачал в электронном виде текст на русском языке. Благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, подпишитесь, поделитесь этим видео с теми людьми, которым, как вам кажется, это видео будет интересно. Благодарю вас за внимание, желаю вам всяческих успехов, до новых встреч. До встречи.